МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо вам большое. Мы вам благодарны за то, что отделали новую школу. Спасибо большое. И за технику спасибо большое. И за него вы поверили. Спасибо. Совместно сделаем. Качество образования лучше. Конечно. Очень приятно. Спасибо вам. Оценка готовности тщательная. В частности, проверяются школы в Правдеском, Братовщине и в микрорайоне Заветы Ильича. Во всех образовательных учреждениях педагоги уже на месте. Некоторым наводить порядок даже помогают их дети. Мамы преподавали? Что мне преподают? Русские литературы. Как мама зовут? Наталья Вячеслава. Наталья Вячеслава. Понятно. А ты что, помогаешь тоже? Мамамам. Да? Тебе помогаешь? Мамамам преподават только помогают. А вот это сколько тебе лет? Десять. Десять. А ты учишься здесь? Да. Максим Красноцветов осматривает территорию образовательных учреждений, спортивные площадки, проверяет качество благоустройства. Отдельное внимание глава уделяет качеству отделке помещений внутри школ. Учебные кабинеты просторные и светлые. В них будут трудиться педагоги, отвечающие запросам на высокое качество образования. Хочу сказать спасибо еще раз всему педагогическому коллективу за их отношения, за их труд, за то, что они сами своими руками помогают нам, помогают подрядчикам. И в любом случае наш общий труд направлен исключительно на то, чтобы в начало учебного периода осталось ярким и позитивным таким моментом в жизни наших детей. Капитальный ремонт во всех трех школах удалось провести в рекордные сроки. При этом на качестве исполнения работ это не сказалось. Всего в эти образовательные учреждения 2 сентября пойдут учиться почти 2000 школьников. За это хочу поблагодарить руководителя региона Андреевича Воробьева в первую очередь за личное отношение к этому вопросу, за то, что он откликнулся на нашу просьбу, на нашу потребность в организации капитального ремонта, в улучшении качества образования, в улучшении тех условий, где учатся наши дети и преподают, конечно, преподаватели. В микрорайоне Заветы Ильича к приему учеников и педагогов готова также абсолютно новая школа. Уже проведена уборка помещений, расставлена мебель и необходимое оборудование. Образовательный комплекс номер 2 рассчитан на 550 мест. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Первый звонок звенит сегодня во всех школах городского округа Пушкинский. В Ивантеевском образовательном центре номер 2 такая почетная миссия, ставшая доброй традицией, выпала одиннадцатикласснику Анатолию Головкову и первокласснице Валерии Чекашкиной. Лера здесь всего первый день, но уже выступает на сцене. Она с нетерпением ждет, когда начнутся занятия по английскому языку. Ведь к учебе девочка готовилась. Я на английском выучила, как можно говорить по-английски. Я выучила, как можно говорить привет и пока. Ну, такое там. Ну, всему, короче, научилась. Ну, пока что. В этот особый день в школах округа друг друга поздравляют представители двух поколений. Старшеклассники желают отличной учебы тем, кто впервые в жизни сегодня сел за парты. Сами они отмечают День знаний в статусе школьников в последний раз. Весной их будут ждать выпускные экзамены и поступление в ВУЗы. Очень быстро пролетит ваш первый учебный год. И мы весной вновь встретимся с вами, потому что для нас это последний школьный год. Но это будет весной, а пока нас ждет совместный год счастливой учебы. Первоклассников, родителей и педагогов сегодня поздравляют представители власти, общественных организаций и духовенства. Они желают ребятам успехов не только в наступившем учебном году, но и во всей их последующей жизни. Каждый человек, он из человека разумного должен превратиться еще в человека хорошего в этой жизни. И вот этот наш разум, гуля, чувства, мы должны научиться направлять к добру, к правде. В этом году образовательные учреждения как нашего городского округа, так и всего Подмосковья изменили формат проведения торжественных линеек. Вместо парадов на открытых площадках они проходят в школьных актовых залах. Но праздник не стал менее ярким и интересным, а даже напротив, это делает его более камерным. Обычно это было на школьной линейке. В этом году решили провести в актовом зале, но на самом деле мне такой формат даже более комфортен, так как здесь есть возможность включить кондиционеры, деток усадить. И мы не переживаем, что они будут 40 минут на ногах и под палящим солнцем. Первоклассники ждут этот день с волнением и трепетом. Сборы в школу для многих детей и их родителей становятся настоящим ритуалом. Для школы мы купили всякие карандаши, пенал, портфель, тетради, азбуку, одежду, пластики, карандаши. Сегодняшний день был хоть и волнительным, но не самым сложным для ивантеевских первоклашек. Они провели в стенах своих школ всего одно, но самое первое занятие. А уже завтра их ждет большая работа на серьезном пути к получению знаний. Антон Бутовец, Александр Корнеев, Мария Головачева и Анна Белова. Новости Большого округа. В России отметили День знаний. В этом году праздник пришелся на воскресенье, поэтому торжественные мероприятия по всей стране прошли 2 сентября. В образовательном комплексе номер 11 в Братовщине, поздравить ребят, пришла заместитель главы городского округа Пушкинский Юлия Терешина. От имени главы городского округа Пушкинский Красноцветова Максима Валерьевича от всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Новый учебный год всегда должен приносить радостные и добрые события. Для учеников это особенное событие. Здесь ребята пошли в обновленную школу. Она попала в программу капитального ремонта, оставили только стены и перекрытия, поменяли кровлю, вся отделка новая. Это федеральная программа. Мы очень благодарны нашему руководству, руководству области, руководству нашего округа, то, что они нам позволили так быстро войти в эту программу. Мы в очень короткие сроки проделали капитальный ремонт. Школа совершенно новая. Обрадовались. Все очень ждали. Начинается новый учебный год. Опять встречаемся со своими друзьями, получаем новое знание. Первоклассники готовятся к большому путешествию. Их ждет 11 лет обучения. Они уже в предвкушении. Когда каникулы, учусь уроки дома. Еще люблю получать хорошие оценки. А у 11-классников начинается серьезная подготовка к ЕГЭ будущему поступлению в высшее учебное заведение. Но они все равно рады встретить этот день. Я здесь отучилась год, но мне эта школа стала прям родным домом. И мне очень грустно отсюда будет уходить. Особенно от класса руководительницы, которая меня всегда поддерживала. И сейчас поддерживает. Летом, зимой. Всегда абсолютно. Мы держим с ней связь. Надеюсь, так будет продолжаться всегда. Торжественная линейка прошла в актовом зале. Песни, танцы, стихи и много теплых пожеланий. Всей начальной школе после классных часов вручили мороженое от команды губернатора. Мария Лихобавенко, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. В образовательном комплексе номер 2 в поселке Правдинске для учеников прошла торжественная линейка. В ней принимали участие около 100 первоклассников. Ребята из старших классов для младшеклассников подготовили праздничный концерт. А юно-армейцы флешмоб. Сегодня мы с вами присутствовали на линейке в честь открытия после капитального ремонта корпуса номер 1. Мы уже давно ждали данное событие. В корпус заехало порядком 700 учащихся. Три первых класса. И теперь мы будем работать в обновленных условиях, в новых красивых классах, с новой мебелью. У нас много интересных идей, много задумок. И мы теперь будем их осуществлять. После торжественной части прозвенел колокольчик. И все ребята отправились вместе со своим классным руководителем в класс для того, чтобы познакомиться с учебным местом. В прошлом году я выпустила 9 класс. А в этом учебном новом году мне посчастливилось стать классным руководителем замечательных ребят 5-го А-класса нашего образовательного комплекса. Я поздравляю всех, и детей, и родителей, и дорогих педагогов с началом нового учебного года. Пускай он будет добрым, успешным, легким для всех нас. Также всех учащихся начальных классов угостили мороженым от команды губернатора. Все ребята были очень рады такому сладкому подарку. Для кого-то 1 сентября – это просто праздник, а для кого-то очень важное событие, которое запомнится на всю жизнь. Моя дочка Василиса идет в первый класс. Мы пришли на торжественную линейку, очень нам понравилось. Делали очень красивый торжественный праздник, поздравили деток, подарили мороженое вкусное. Все довольны, счастливы. Надеемся, что мы будем хорошо учиться в нашей новой обновленной школе. Дорогие первоклассники, я вам желаю успехов, чтобы у вас все получилось, вы начали этот путь, у вас все получится. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok